МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире программа Ворошилова 5, посвященная деятельности Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике. В студии Оксана Качкарова. Программа подготовлена при содействии пресс-службы МВД по КЧР. Сегодня в выпуске. Участковый из Карачаевска спас двух женщин из квартиры горящего дома. В одном из урочищ у из Джигутинского района совершено убийство. Полицейские раскрыли кражу двух скамейк со сквера в Черкесске. На 78-м километре федеральной автодороги Лермонтов-Черкеск с интервалом в несколько дней произошло сразу два ДТП. Женщины в полиции. В преддверии 8 марта о службе прекрасного пола в правоохранительных органах мы поговорим с полковником полиции, заслуженным юристом России, начальником отдела организации дознания МВД по КЧР Фатимой Лайпановой. Когда на пульт дежурного межмуниципального отдела МВД России Карачаевский поступило сообщение из МЧС о том, что в городе Карачаевске произошло возгорание однокомнатной квартиры в пятиэтажном здании на улице Алиева, незамедлительно к месту возгорания прибыла группа быстрого реагирования межмуниципального отдела. Лейтенант полиции Аскер Бастанов заметил на балконе соседней квартиры двух женщин, просящих о помощи. Участковый уполномоченный полиции надел на себя дыхательный аппарат и в сопровождении одного из пожарных зашел в задумленную квартиру. Пожилая женщина пожаловалась полицейскому на головную боль и тошноту, после чего Аскер Бастанов передал ей свою кислородную маску и помог обоим жильцам покинуть помещение. Пострадавшие женщины были госпитализированы, так как получили отравление угарным газом. Зашел в квартиру, здесь все было в дыму, видимо, я была наливая. Первый раз я в квартире никого не смог найти, поэтому вышел обратно из квартиры, чуть-чуть отдышался и совместно с сотрудниками МЧС мы повторно зашли вместе в квартиру. В одном из урочищ Усть-Джигутинского района был обнаружен труп мужчины, о чем сообщили в дежурную часть. Выездом следственной оперативной группы по горячим следам были выяснены все обстоятельства преступления. Установлено, что около Кошары, принадлежащей жителю аула Гюрильдук, обнаружен труп жителя Кызыл-Октябрь. Сотрудниками полиции на месте были задержаны и доставлены в отдел четыре человека. В ходе разбирательства выяснилось, что огнестрельное ранение из обреза охотничьего ружья убитому нанес родственник владельца Кошары. В отношении него межрайонным следственным отделом по Усть-Джигутинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Из уголовного дела по убийству выделен материал, который подтверждает покушение на кражу двух лошадей, совершенных убитым и его соучастником. По данному факту также возбуждено уголовное дело. Отсутствие совести у некоторых граждан порой доходит до абсурда. Полицейские раскрыли кражу двух скамейк со сквера в Черкесске. Преступление было совершено 17 февраля около трёх часов ночи. На видео, изъятом с камеры наблюдения, видно, как два человека уносят скамейки со сквера, расположенного в Одесском переулке Черкеска. Участковыми уполномоченными опорного пункта номер 3 в ходе просмотра видео с камер, а также подворного обхода, были установлены личности двух жителей Черкеска, предположительно причастных к данной краже. Они были задержаны и дали признательные показания. Похищенные скамейки были обнаружены и изъяты в домовладении у одного из задержанных. Используя методом наложения и анализа движения и отход преступников, которые были, несли лавочки, лавочки они несли вдвоём, совершали преступление вдвоём, и по пути отхода был установлен адрес, который является частный дом на улице Советской. На 78-м километре федеральной автодороги Лермонтов-Черкеск с интервалом в несколько дней произошло сразу два ДТП. Этот участок, по данным ГИБДД, является аварийно опасным. В случае с первой аварией водитель автомашины «Лада Приора», 53-летний житель Нальчика, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21074 под управлением 54-летнего жителя села Ильичевска. В результате ДТП в реанимационное отделение Республиканской больницы госпитализирован один из участников аварии. Обстоятельства второго ДТП более трагичны. Водитель автомашины ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В результате удара водитель «семерки» получил травмы, но смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Женщина, находящаяся на месте пассажира, скончалась. Автоинспекторы отмечают, что одним из сопутствующих факторов ДТП на данном участке дороги могло быть недостаточное сцепление колес с дорожным покрытием и несоблюдение скоростного режима. По предварительным данным, данное дорожно-транспортное происшествие произошло по причине того, что водитель автомашины ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил столкновение со столбом уличного освещения. Поскольку наша программа вышла в эфир в преддверии Международного женского дня, хотелось бы поговорить о прекрасной половине человечества. Издревле считалось, что женщина только домохозяйка. Хранительница домашнего очага. Сегодняшняя же действительность стала знаковой. Теперь современная женщина сама определяет свою роль в обществе. Она абсолютно свободна в своем выборе и может покорить большинство типично мужских высот. При волевом характере и задатках лидера может преуспеть и в политике, и в бизнесе, и на государственной службе. Наглядный пример тому – женщины в полиции. Сегодня не только мужчины работают в органах МВД. Женщин в погонах сейчас становится все больше. По данным пресс-службы МВД по КЧР, 12,5% сотрудников полиции нашего региона – представительницы прекрасного пола. Женщины успешно несут свою службу практически во всех подразделениях министерства. Наша съемочная группа посетила сотрудниц следственного управления, психолога в МВД, а также сотрудниц отдела статистики и отделения оперативно-справочной работы. Штатная численность информационного центра составляет 35 человек. Из них 5 мужчин. Остальное – все женское население, как говорится. Красивая половина человечества. Прекрасной половине человечества на службе в МВД помогают женские качества, такие как внимательность и скрупулезность в работе с документами, аккуратность и дипломатичность, способность держать в голове несколько вещей одновременно. Жаловаться на трудности люди в погонах, даже если это женщины, действительно не привыкли. А вот выполнять поставленные задачи, не считаясь личным временем и усталостью, приходится часто. В органах предварительного следствия МВД по Карачаево-Черкесской республике насчитывается на сегодняшний день 12 женщин-сотрудниц, которые, как наравне с мужчинами, достойно осуществляют свою деятельность. И в преддвериях предстоящего праздника хотелось бы пожелать женщинам не только следственного управления, но и всем сотрудникам МВД женщинам здоровья, долголетия и успехов по службе. Ещё один прекрасный пример женщины в погонах – полковник полиции Фатима Лайпанова. Фатима Назировна возглавляет отдел организации дознания МВД по КЧР. Штатная численность дознавателей в территориальных органах внутренних дел республики в настоящее время насчитывает 60 единиц. В территориальных органах МВД России на районном уровне функционирует один отдел, три отделения и пять групп дознания. Сегодня у нас в гостях одна из представительниц прекрасного пола в полиции Карачаева-Черкесии, заслуженный юрист России, начальник отдела организации дознания МВД по КЧР, полковник полиции Фатима Лайпанова. Добрый вечер, Фатима Назировна. Добрый вечер. Служба в погонах – дело далеко не женское, так считалось раньше. Однако такие представительницы прекрасной половины человечества, как вы, с лёгкостью доказывают обратно. И лишнее подтверждение тому, и тот факт, что отдел организации дознания МВД по КЧР по эффективности работы и результатам всегда в числе первых поисковых КФО и в числе лучших по России. Трудно ли быть хрупкой женщине, полковником полиции, заслуженным юристом России и руководить подразделением, штатная численность которого 60 человек? Оксана, ну, наверное, надо начать с того, что в выборе будущей профессии для меня альтернативы не существовало. Изначально для себя я определила, это должно быть юридическое образование. Вообще, вот спустя весь период службы, да, делая какие-то выводы, для себя я определила, что большое значение в судьбе молодого специалиста играет тот коллектив, в который попадаешь. Мне в этом плане очень повезло. Трудно ли руководить женщине, да? Я считаю, не имеет значения руководитель женщина или мужчина. Прежде всего, этот руководитель должен быть профессионалом. А через профессионализм ты зарабатываешь и авторитет, и уважение подчиненного личного состава и коллег по работе. В работе службы дознания, как и в любом важном деле, самую главную роль, на мой взгляд, играют люди. Руководители, сотрудники подразделений, а как дела обстоят в возглавляемом вами подразделении? В каждом районе у нас подразделения дознания, возглавляют которые руководители, профессионалы своего дела и имеющие за плечами не один год работы в дознании. Если в целом дать характеристику личного состава, это молодые люди до 30 лет. С учетом этого, конечно, большое значение я придаю воспитательной работе. При поступлении на службу с каждым кандидатом мною в ненавязчивой форме проводится собеседование. Я разъясняю условия прохождения службы, с какими трудностями может столкнуться сотрудник, какими качествами должен обладать дознаватель для того, чтобы в дальнейшем эффективно работать. Нам удалось, я хочу сказать, на сегодняшний день сформировать профессиональное ядро дознавателей. По данным пресс-службы МВД по КЧР, 12,5% сотрудников полиции нашего региона представительницы прекрасного пола. Вот как вы считаете, с чем связана подобная тенденция? Ведь с каждым годом все больше женщин выбирают столь сложную, ответственную и зачастую бывающую опасную для жизни профессию. Если брать в масштабах России, то 40% руководителей подразделения дознания субъектов Российской Федерации это женщины. У нас из 60 человек 12% женщин. Ну вот эта цифра, она у нас стабильная. Но чем я могу объяснить, почему женщины идут? Хотелось бы, конечно, в первую очередь верить, что идут по призванию. Ну и маловажную роль, конечно, играет и материальная составляющая. А в целом, если сравнивать, не обижая моих коллег, мужчин, хочу сказать, что женщины более тактичны, более исполнительны. Ну и в конце концов, наверное, у них больше силы воли сидеть карпеть над документами. Спасибо, Фатима Назировна, за то, что нашли время для участия в нашей программе. Также хочется поздравить вас и в вашем лице всех представительниц прекрасного пола МВД по Карачаево-Черкесии с наступающим Международным женским днем и пожелать легкой и безопасной службы. Спасибо большое. А я напоминаю, что у нас в гостях была начальник отдела организации дознания МВД по КЧР, заслуженный юрист России, полковник полиции Фатима Лайпанова. На этом очередной выпуск программы «Ворошилова-5» подошел к концу. В студии работала Оксана Качкарова. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok